так ребята всем привет доделал немного панелей оказалось так что эти панели по размеру больше чем мои лжишные то есть это панели от лжи это панели какие-то не знаю с китая по моему скорее всего или откуда-то с другой или с тайваня они на целых я не знаю наверно на минимум на 20 сантиметров длиннее меня не получилось поместить там ряд пришлось поместить его над бассейном вот на что я хотел показать как я планирую обрабатывать корпуса в этом году такие у меня сбитые не покрашенные корпуса от манвейка купил такую бочку вчера я здесь на вашего овощи ну то есть растопил очень большое количество воска и макал ее чтобы она была в воске вот такой большой кусок воска там куча кастрюль всяких еще в этой большой кастрюлю там половина наверно будет тоже воска я это все слил и сейчас буду плавить парафин я купил парафин уже месяца два-три назад сложил его здесь аккуратно но пошел дождь начала капать отсюда и все эти ящики развалились что у нас здесь есть у нас здесь есть парафин по моему вот это и микрокристаллин по моему тех с красной обмоткой и сосновая сосновая смола то есть крошка сосновой смолы она тоже растаяла буду мучиться сейчас все это выковыривать будем плавить 50 на 50 микрокристаллин с парафином и на одну такую бочку добавляет добавлю три ящика этой крошки с смолы и потом по мере исчерпания всего этого по чуть-чуть будем добавлять кастрюльку того кастрюльку того там и немножко смолы такая горелка купленная была под ту кастрюлю для раков где-то показывал сейчас буду загружать и приступать вот но тем временем я вам хочу еще показать как я обрабатывал другой химии нуклеусы поломанные после медведя то есть еще очень хороший способ обрабатывать медным купорозом на масляной основе здесь у меня стоит такой бочонок чуть чуть поменьше чем тот здесь немножко замочена последняя партия то есть то что осталось вообще я налаживал полный но вчера осталось уже чуть-чуть закончил промачивать тоже получается очень хорошие но чем этот способ плохой вы должны выветривать ну чуть ли не два-три месяца перед тем как использовать на пчелах вот такой вот медный купороз по моему он восьмипроцентный если я не ошибаюсь это то что здесь написано это не совсем вот надо смотреть здесь эквиваленте 8 процентов металлические части разведенный наверно жидкий металл вот и он смешивается с растворителем для краски и с вот таким льняным маслом у нас это называется линзит ойл по моему это приводится как льняное масло разводится примерно чтоб вам показать как бы там больших скажем так нюансов нету с пропорциями каждый разводит как он хочет я разводила примерно столько ведре медного купороза примерно вот столько льняного масла и остальное одолевал растворитель для краски перемешивал туда здесь еще есть немножко может в будущем посмотрю что получится парафин сегодня если получится хорошо то в будущем буду парафином обрабатывать пока что план такой промачиваем где-то 15 минут примерно достаем они быстро пару минут обсыхают и красим пока не горячие не знаю как получится посмотрим вот я сейчас буду засыпать подпаливать и ждать полдня пока это все растопится в общем ребята время прошло примерно 12-14 минут с одной рукой делаю не буду это долго держать вообще его там про черешка специальный вот этой разворачиваю достаю вот это что у нас корпус не доставим на беде я съездил взял шпаку себе такой если не красить то можно было в шпаку для меня не потому что она потом впитывается но некоторых местах бывает не считается там краска не прилипает пробежали по кругу и видите да как он уже вот эта сторона уже полностью сухая с нее мы начнем не начнем начинаем с этого сейчас я закину покажу второй корпус грузик и красим крашу я сначала грунтовкой причем я в нее так добавил нормально растворителя для краски чтобы она была дольше жидкая и впитывалась сильнее прям видно я не знаю если вам видно испарение вот и в общем плюс-минус вот в таком духе получается и и и и и и здесь вот видно что например дерево было тверже в некоторых местах и оно не сильно впиталось но оно еще впитается по мере остывания в общем так получается опять таки это все пока что экспериментально я еще не знаю буду я этим пользоваться не буду может если корпуса продаешь каждый год я все продаю постоянно может нет смысла этим пользоваться много времени занимает если себе оставлять то может и есть вот так вот вот так вот покажу потом в дальнейшем как-то в будущих видео насколько это все хорошо работает или плохо работает оправдывается или нет сейчас буду заканчивать так как неудобно одной рукой надеюсь видео получилось не длинным и надеюсь что было хоть что-то полезное всем пока постоянно проверяем температуру нормально корпус сейчас я поставил уже минут пять стоит немножко просела чуть ниже 300 но это нормально из-за того что груз был холодный корпус и плюс я только пришел с ланча и включил я включил померил она была около 300 я думаю ладно зачем ждать давай сразу опустим корпус так ребята в общем что получилось я тут полдня уже мучаюсь вначале из-за того что это все там валялось под дождем было немного воды в нашем парафине то есть пока оно таяло и была вода это все пенилось причем конкретно пенилось не знаю видно или не видно 300 градусов по Цельсию примерно 300 градусов по Фаренгейту примерно 150 градусов по Цельсию то есть это хорошая температура при этом нормально все получается чуть ниже 250 уже не очень получалось то есть не пропитывалось то есть никак она пропитывалась но она не впитывалась потом не высыхала вот что сейчас получается сам воздух уже не пенится но пенится когда ставишь корпус сейчас пошла пена пока что я уже оставил на сегодня всего лишь макаю по одному корпусу может быть завтра попробую добавить и помакать 3 есть такой прибор который прилип что-то не грезно прилип вообще не отрывается я только что на обед ходил отдыхал так так ставим и поехали засекать время 12 минут примерно хватает оно как бы видно еще по пене то есть оно сначала начнет пениться он сейчас не так сильно пенится то есть до этого до того как я пошел на ланч оно пенилось вот до сюда поднималось то есть видно сначала парафин нужно прогреть хорошо чтобы с него испарилась вся лишняя влага и тогда он будет нормально работать то есть если он будет вот так и в будущем работать то можно заполнять и макать по 3 корпуса потому что по одному корпусу много не намокаешь еще очень внимательно аккуратно смотрите парафин этот может самовозгораться если вы его перегреете но вам нужно смотреть именно на марку вашего парафина в среднем точка самовозгорания где-то после 400 градусов по фаренгейту где-то после 200 градусов по цельсию у каждого парафина температура самовозгорания может быть отличаться то есть может быть другой поэтому будьте аккуратны на открытом костре лучше так не делать потому что когда у меня начало пениться несмотря на то что там было всего лишь половина оно доходило до сюда я выключал у меня там стоит газовый баллон и я просто отключал и ждал пока эта пена сядет оно чуть остыло вода испарилась опять включал и вот так наверное целый час ждал пока испарится пошлите сейчас покажу что я наделал сегодня ну в общем вот так получается это пока что только грунтовка вся краска у нас на масляной основе потому что на водяной основе на воде она наверное не будет впитываться то есть вот здесь видно да что я тут начал было так не очень не очень и потихоньку 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 становилось лучше и по мере разогрева и по мере того как я понимал сколько долго его нужно держать корпуса выходили красивее и красивее ну медленно то есть вот я сегодня что полдня проработал 10 корпусов только намочил вот так вот сейчас покажу еще один как буду доставать что я делаю наверное одной рукой не получится сильно снять но попробуем так смотрим пенится ну пенится но не сильно то есть если бы так дальше будет продолжать пенится то можно добавлять у меня здесь стоит отметка ее не видно но мне нужно будет вот отсюда налить воска чтобы три корпуса макать то есть когда три корпуса опустишь хвост немножко поднимется плюс еще пена добавится главное чтобы не переливалась но я три корпуса уже буду завтра макать сегодня не хочу на ночь закину еще может поставлю на маленький-маленький костерчик может быть но не костерчик а пламя чтобы до утра стояло потому что с утра пока это все растопилось наверное три часа прошло ждем вот такая вот она крошка с основой смолы и только в общем если кто-то будет делать это в будущем не оставляйте на солнце то есть у меня здесь даже микрокристаллин не затвердел а парафин затвердел то есть вот кусок парафина температура плавления 50 градусов и он затвердел смола тоже стала твердая то есть она была в более таких мелких кристаллах когда приехала не оставляйте на солнце вот кому интересно микрокристаллин разница между парафином и микрокристаллином парафин плавится при 50 градусах Цельсия то есть точка плавления микрокристаллин плавится при 80 градусах ну плюс-минус разные сорта этих восков могут плавиться при разных температурах но вы хотите использовать немножко больше микрокристаллина чтобы повышать точку плавления парафина иначе у вас тогда будет парафин вылазить на солнце пока оно стоит у вас на басике солнце будет нагревать ящики и этот воск будет вылазить наружу они будут становиться страшные вот в идеале конечно было бы промачивать вообще в микрокристаллине но он очень дорогой он в два раза дороже чем парафин поэтому как правило его смешивают либо 50 на 50 в моем случае я добавляю еще сосновую крошку сосновую смолу она тоже повышает точку плавления поэтому я делаю 50 на 50 и сосновую крошку вот так вот это все выглядит они плюс-минус одинаковые с виду ну хотя нету желтее этот белее ну вот я здесь уже засыпал один это у нас микрокристаллин который ящик попался плавится шкварчит нормально я только единственное не знаю получится мне нагреть это все до нормальной температуры потому что температура должна быть очень высокая ну вот мы будем пробовать вот это все спасибо